Девушки отдыхают Все это старомодно Вот И потому они сидят Что мы других шуток не знаем Что это не старомодно Старомодно это очень хорошее слово Это вот Старенькое, а не старомодное Это все Ну тогда вот они сидят Потому что других шуток не знают Некоторые из нас Вот, а я сам никаких шуток не знаю Это человек серьезный Повторяю еще раз Когда я был такого роста У этого анекдота была же такая борода Ну я шуток не знаю Как говорил один мой знакомый Я шутки хорошо Я хорошо понимаю шутки Особенно свои И вот А то что у нас все шутки Вот половина шуток Вот потому они и сидят Шутки Вот Это все понятно Но я извиняюсь за отступление Я хочу сказать приятную новость Что вот Лена Спасибо вам Вывесила конспект Ну пока одной лекции Я надеюсь будут и другие Вывешивайте пожалуйста Сообщество Я повторил Но лучше думаю сразу Вывешивать в сообществе Я поглядел PDF файл Ну я узнал Я понял о чем речь Это точно Лена Включи звук Ты всегда Тихонько так сидишь Тихой мышкой А слушай Всегда внимательно Вот словом большое спасибо И я еще скажу Вот для Мне говорили Ну так это говорили не ответственно Но в общем те кто не раз Публиковался И имеют там связи Что есть шанс Собственно даже предлагали Сделать конспекты лекции Их публиковать Вот Я сейчас сам Пока Вот ну непосредственно Там не могу этим заняться У меня другие Немножко предложения Вот Можно мне обставить И два цента Да Да Нет Ну во-первых Пол цента Не напугайтесь У меня рукавичка Не потому как у Александрова У А.Д. Александрова Он себе носил рукавичку Потому что Он очень принес Тяжелый энцефалит У него были повреждены В любую жаркую погоду У него бешено мерзла рука У меня причина совершенно другая Это рукавичка Просто для работы С экраном айпада Потому что Чтобы не задевать Неправильно Она чисто функциональная вещь Это одна вещь Поэтому Великий Александров Я его Как-то Просток Ну и спросил В чем дело Почему он ходит Он сказал Что у меня бешено мерзлась рука Мне не сразу Диагностировали Энцефалит Я еще Он Он был великолепным Альпинистом Почему отец Мало кто знает Что мой отец Потрясающий альпинист Сейчас отец Для меня очень важная фигура Потому что Он сейчас приехал В Стриткалыч Ему 87 Семь лет Бегучий Так что просто Очень невозможно Я за ним не поспеваю Вот Сюда бегает Так Мы с ним что-то Строим И еще что-то Он Прыг-прыг-прыг Просто Он еще маленький Потому что Голодал В локальной А при этом А при этом Он был чемпионом Университета По пинг-понгу Ольга Кстати я тебе партию поставил Представил Партию? А нет Я Не понял Честно говоря Ты обещал Добавить Вот полцента Я Ну пока Жду Вот Прежде чем партия А Нет Я тебе Сегодня утром Прислал Мы с отцом Долго играли И дошли До пешечного Эншпеля С двумя Ладьями И я ничего Не понимаю А я еще не смотрел Почту Да Извини Вот Я не смотрел Почту Но тогда я продолжил Что Если вот эти Конспекты Как-то Будут появляться Ну их-то Если их там Перевести В какой-то Письменный вид То вероятность Того что Она будет А ты меня напомнил Правильно Смотри Я Предыдущие два года Читал Аспирантский Курс У который Было Такого Названия Попытка Найти Королевскую Дорогу Большей части Современной Математики Вот Читал Читал Королевскую Дорогу И по этим Записям Мой Аспирант Сделал Текст Если кто-то Будет дальше У нас есть План Вместе с этим Аспирантом И своим отцом Написать Книгу Все остальные Соавторы Очень активно Приветствуются Это просто Учебник Предыдущая Книга Основана На моем курсе Она была Почти В 450 Страниц Она получила Самую Пресижную Премию Математическую Книгу Премия Стиловская Премия Математического Американского Матопощества Мы хотим Написать Следующую Книгу Я готов Чтобы все Участвовали Потому что Чем больше Тем лучше Очень Поверь Спасибо Есть Переписи Есть И записи Которые То что мы Выкладываем Есть Записи Моей коллекции Есть Конспекты Написанные Моими Аспирантами Две штуки Сейчас Словом Книги Выходят По-разному Пока Я вот Сам Ну ты знаешь Мои интересы Сейчас у меня Вот Я ищу Свою дорогу Математики Немножко По-своему Уж не знаю Будет ли она Королевская Или нет Но Свою дорогу Я сейчас Короевская Короевская Значит не для короля А простая Вот Я понимаю Я понимаю Да Вот Простота Это понятие Очень Такое Личное Вот На примере Матрица Которых ты рассказываешь Это хорошо видно Насколько Простота Понятие Личное И субъективное Второе Такое Обманчивое Слово Это Естественность Вот Что для одного Естественно То для другого Трудно Представимо И Философии Понятия Естественности В такой Бардак Может завести Рассуждение Именно по этой причине Что люди забывают Об относительности Естественности О том Что это Психологическое Понятие Явление Не понятие А явление И Также Вот И Простота Вот Но Мне кажется Что мой путь Да Имеет Некоторые Вот Тот Который Я сейчас Ну и так И то Что я уже Сделал Обладает Некоторой Простотой То Что я Сейчас Сделаю Еще Ну Такой Широтой Мы про тебя Вчера Говорили с моим Отцом Вольфом И мы Говорили О том Что он Говорил Что окружность Понятно Локально Потому что Вторая Производная И тогда Кривизна Постоянная Что нужно Знать про пространство Что где-то У нее есть Центр И тут Я тоже сказал А Волька Понял Что центр Не нужен Ни в коем случае Что нужна Другая Вот Спасибо Я тебя хвалю Спасибо на добром Слове Вот Ну вот Три точки Вот на самом деле Вот С точки зрения Симметрии Фигура Окружности Выделяется Тем Что Построить Симметрию Которую Она задает Инверсию То бишь Проще Чем в любом Другом Мыслимом Случае Вот потому Что она Определяется Тремя точками Тут нет Никакого Ну что ли Вот То есть Ну можно искать Другие Но главный Вот резон Такой Что вот По этой Конкретной Абсолютной Причине Которую Это что-то Нам давал В шестую Лекцию Когда по-новому Определял Окружность Совершенно Вот Симметрия Относительно Окружности Определяется Проще Чем Любая Другая И вот Я сейчас Занимаюсь Проективной Геометрией Симметриями Или Гармоническими Инволюциями То есть Инволютивными Гомологиями Как их там Называют Вот Или инволюциями Вижу Насколько Там Симметрии Вот Определяются Все-таки Более Многих Простых Свойств Которые Есть В геометрии Окружности Вот Там Нет Именно Потому Что Окружность Определяется Тремя Точками И конфигурации Которые Там Возникают Они Оказываются Более Обильными А прямая Всего Двумя И Конфигурации Необходимые Для построения Симметрии Оказываются Более Сложными Вот Именно Симметрия Окружность И является Школой Симметрии Поэтому Но не в том смысле Что она Самая Асимметричная Фигура Ольга То что я скажу Не представляю Потому что Ты говоришь Но Дело Что Наши Разговоры Расваливаются На две части Я обычно Рассказываю Конкретную Математику То есть Формулировки Теоремы Из этого Слой И так далее А иногда Болтовня Прямая Определяется Тремя Точками Это две точки На прямой И точка На бесконечность Ну Можно Это взгляд И в Геометрии Окружности Как раз Проективная Геометрия Все-таки Тоже Двумя Точками Определяется Прямая А в Конформной Геометрии Да Но Потому что Появляются Три точки Поэтому Возможно Очень простые Построения Которые Определяют Симметрию И по сути И сама Симметрия Определяет Остальные Свойства Вот такой Неожиданный Поворот Мы привыкли Что мы уже знаем Там Углы Расстояния А Какие-то Параметры И симметрия Их сохраняет А вот В геометрии Окружности Все немножко иначе Появляется Симметрия И то Что она Сохраняет Ну То И является Инвариантом И Все это Но это является Школой Вот я убеждаюсь Что Проективной Геометрии Скажем Все очень красиво Но Несколько труднее И только потому Что я владею Симметриями Геометрии Окружности Я могу Прослеживать Симметрии В проективной Геометрии Более удачно Чем это принято Делать Вот Это идеальная Школа Симметрии Вот Более Такая цельная Чем и в геометрии Эвклида Ну ладно Я отвлекся А моя мысль была Такая Что я вот Предлагаю Вот если Вот Лена Выкладывает Если кто-то Как-то Я уже Ну первую Лена у нас С тринадцатой Лекции И соответственно Я поглядел Я Ну я Я вспомнил О чем я говорил Вот Я вижу Что он отражает Сумметрии Там были слова Я слово Позабыл Что я хотел сказать Слепая ласточка В чертог теней Вернется На крыльях Срежь Смертными Играть А ты слово Позабыл Что это У меня Это Хроника Я каждое утро Понимаю Что я Прозабыл Слово Что я хотел Сказать Да Конечно Все мы Так Вот Все кто Много Как там И пустая Клетка Вперед И о пустой Клетке Что вылетело Слово И клетка Опустела А вот Я Поэтому Ну а конспекте Вот я уже сказал И что если вот его Перевести в текстовый вид Ну вероятность того Что это будет Не только Нашим достоянием Он будет опубликовано Она Совсем не нулевая Мне делали Таким Со мной об этом говорили Не по моей инициативе Вот Люди Я сейчас Слышишь меня Еще Раз ты делаешь записи И так далее Я слышал что-то От Вольки У тебя есть Профессиональное Образование Расскажи мне Немножко об этом Потому что Ну Может попробуем Ну Я занимаюсь Не только Докаясь Санкарем Но и Учебниками Книгами И так далее Ну как Волька Ну Немножко похож Все мы немножко Лошади Может быть Расскажешь мне Потом Да Да Конечно Дима Я могу Написать Например Да Я Немножко Еще Читать Хорошо Можно я Скажу Что я знаю Лена Вы не против Вот Я мог Позабыть Чего-то важное Но с Леной Я познакомился На конференции В Ярославле И Дима Ты там Наверняка Участвовал И в свои годы Вот И Лена Можно я перебью Потому что Кто хочет Найдите Скорее Пурина Про Ярославль Ярославль Отстынет Тоски И так далее Ярославль Город Для самой Красивой Женщины Потому что Лена Была там Гостем Вот И Поэтому Словом Ярославль Ярославль Или И И Иначе Лена Была там Тоже на конференции Мы познакомились И Она была На моем выступлении Потом В Петрозаводске По ее приглашению Я там Читал По-моему Для школьников В университете Вот И Ну не курс А просто выступал Потом И Лена Работала В этом самом Университете На кафедре геометрии Для Петрозаводска Татары-Молгоны Дошли И у меня Пробел Чуть В истории Туда Татары-Молгоны Дошли Или нет Куда Для Петрозаводска Нет конечно Вот Его и не было Тогда Словом Ну и не дошли Жизнь там была И Там были все И там Мимо Вигенги Ходили И так далее Ну В Петрозаводске Честно говоря Вряд ли Вот Ну Ну словом Что-то там было Вот Даже до того момента Как Лена там работала Стала работать в университете Вот там что-то было Но не столь блестящее Конечно И На кафедре геометрии Вот Так что А потом Так я только слухи слушал Не буду пересказывать Вот Лена работает сейчас Не в университете А В каком-то центре По кружкам Где я имел удовольствие Быть Где занимаются Школьники Всех возрастов Вот И Ну собственно И все что я Все как я могу Представить Вот А Лена Расскажет там Когда захочет В какой форме Захочет Остальные секреты Так что Ну Замечу Тут У нас Хорошо Вот И И Несколько следующих лекций Я уже тоже выложила Единственное Что у меня 14 Вдруг пропало Оказывается Ну то есть я Заметила по записям А до 20 Я сейчас уже выложила О Спасибо Я все это копирую К себе На компьютер Естественно Вот Ну и в общем Советую Хороший Хороший повод Вспомнить Ребята Я вам Перешлю Специально Запрошу Разрешение На всякий случай У моего брата Есть Жена Ну это бывает Такое Бывает брат Бывает жена Бывают обстоятельства Такие А бывает У жены брат Она Целое время Работает На написании Материалов По кружкам В частности Перерабатываете Материалы Кружков Которые я вел Я Очень много лет Вел кружки Огромное количество Материалов Есть у меня Потом Переписывал Дима Фомин И так далее Вот Есть Текст Почти Тысячу страниц Методология Преподавания Школьникам Разных возрастов Неглупый Текст Интересный И очень тщательно Написанный Анна Бурага Аня Жена Моего брата Андрея Я по сети знаю Я даже Емельком Когда по-моему Что-то слал Ну скорее всего Я ее приглашал Там еще На лекции Но как-то Интереса не было И я Эту тему Вот я Пересекаюсь Но сейчас После появления Конспекта Это замечательно Вот Я конечно Все копирую Там себе В свои папки Вот И Ну что же Что я должен Сделать Я обязательно Ложен извиниться Перед Александром Луисом Потому что Я Получил адрес И я Не послал Обещанные Материалы Но Единственное Мое извинение То что Ко мне приехал Отец Который я не видел Год Который я безумно Люблю И Все мое время Все о чем я думаю Это мой отец Ничего страшного Дмитрий Что же Я обязательно У меня записан адрес Я пришлю Просто Мы с отцом Мы занимаемся Только Конституированием Разных каких-то вещей Инженеры Какие-то там Построят Веранду И так далее То сидим И клянем В шахматы То еще что-то Для меня Отец Это самый близкий Мин человек Дмитрий Вы что-то слышали О Second Life? Ну Я слышал В самых разных Формулировках И не очень Я пришлю А еще Dream Room Что это? Dream Room Dream Room Это британский Нейропсихолог Профессор Директор Центра Исследования И так далее Который Сделал Dream Room И так далее Где Он Переводит Современное Сознание Человека На Осознанную Галлюцинация Мне про это Сначала Что-то Рассказывал Пенроуз Вы наверное Знаете Роджера Пенроуза Да Слышал Ну Дело в том Что он Месяц В году Проводил В Пент-стейте Я Неоднократно С ним Болтал Про эти вещи Он очень Интересуется Ну Интересовался Его больше Нет Здесь Да Его понимание Теории Сознания Ну Вы знаете Я бы Очень Порекомендовал Всем Войти В Second Life Это Возможности Узнать Абсолютно Уникальные вещи От цивилизации О мире О людях И так далее Да Я Поясню Я посоветую Александров Год-другой Попал туда Я только Обценил Что он там Замечательно Красиво Что при Известном Программистском Навыке Можно туда Вставлять Элементы Эстетической Геометрии И Что там Масса Интереснейших Людей Ну Персонажей Вот там Second Life Там Вторая жизнь Вот там Персонажи И они Все И там Много Очень интересного Но В общем Когда я занимаюсь Геометрией Мне еще интереснее Применяется Слово Сочетание Second Life Это Я когда ложусь спать У меня начинается Самая настоящая жизнь Вторая жизнь Я во сне живу Больше чем наяву Вот Ну в общем Я тоже присоединяюсь Что По моему Всякому Человеку Стоит в эту Компьютерную программу Залезть Немножко поглядеть Ну как-то Вот Одна Ну а Эта программа Там В общем Наверное Одно из чудес Света Вот Так там С любовью Все сделано Много людей И возможности Для Для культурного Общения Там конечно Много возможностей У нас коллектив Образованных людей Кто вспомнит Семь чудес света Пирамиды Александрийский Маяк Статуя Зевса Колосс Да Висящиеся Мирамиды Храм Артемиды Остался По моему Один Я считал На пальцах Да Я тоже Один Пирамиды были Пирамиды Пирамиды были Да Вот Там Стация Стат Да Да В общем Все сбился Позор 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 Я тоже Вам славу Вы хоть шесть назвали Ну что-то И помнили А седьмой Никто не может вспомнить Да Вот Ну потом Погуглим Только что Был в Китае Я думаю Что Через Несколько лет Список Очень широко Расширится Там столько Они чудес Понастроили Ну конечно Это антично Это антично И в Индии И в Индии Конечно Намного чудесного Это понятно Это условно Все Я могу Сказать честно Что последние Четыре месяца Больше Часто времени Я Трачу На Современное Понимание Аэробедик Медисин Индийской Вот Это Я Понимаюсь Очень плотно Очень серьезно У меня есть Друг в Индии Который Мне Помогает В этом вопросе Потрясающий Человек Он тебе Будет Очень Понятен Он чудесный Преподаватель Математики Его Учеников Я пристраиваю В университет Этим Как Колтех Или Университет Чикаго И так далее А вот Я в этом году Дух И очень плохо Великолепный человек Он Отправляет Из Индии Это вообще Потрясающе Мужик Из Индии Вроде Как такая Страна Он Преподаватель Математик Дорогой Фермер Он помогает Моем Беженцу Посылает Им Деньги Он Потрясающий Парень Он Объяснил Почему Он У него Есть Коллекция Математической Литературы Такой Потрясающий Я по-моему Никого Не видел Он Очень Большой Поклонник Школы Арнольда Вот Так Мне Повезло Я Стал Изучать Потому Что Ну Как Можно Игнорировать Американская Медицина Или Европейская Она Игнорирует Все Что Не Вписывается В каноны А Есть Опыт Миллиардов Не Миллионов А Миллиардов Людей На Притяжении Галикарнастский Мавзолей Седьмое чудо Которое Вот Все Какой Мавзолей Галикарнаст Ну Вот Сейчас В Турции Ириакарнаст Ириакарнаст Да Да Естественно Значит И между Прочем Вещи Триальные Вот Волька Поймёт У него За зубами Не очень Хорошо У меня Даже Лучше Но Все равно Тоже Не очень Хорошо Возраст Все Так Ну Понятно Мы тут Не из самых Молодых С Волькой Ольф Ты Чуть Чуть Моложе Что На Полгода Мы Выясняли Вот И пусть Это Неважно Уже Стерлось Вот Я Пришел К самому Врачу Который Там Делает Дип Клинг И так Далее Он Посмотрел Ну То есть Делает Медсестра Он Посмотрел Сказал Я ничего не понимаю Что изменилось Я ему говорю Да просто Я Все Поменял Отказал От Американской Медицины И разобрался С Ауретик Зубов Он Говорит Чередование Дип Клинг Увеличиваем Пока На Полтора Два Месяца Больше А дальше Пожалуйста Записывай Что Как Взял Все записи Говоришь Офигеть Я Отказался От всех Таблеток Под Гипертонию Идеально Я изучаю Эту деятельность Это не бред То есть Нет На этом Вес На кучу Бреда Какой-то Дау Что-то Ещё В общем Какая-то Батология Фигня И так далее Нет Есть просто Эксперимент Многих Поколений Что там Какая-то Моих философия В это я вникать совершенно не собираюсь У нас бы не было пенициллина У нас бы не было антибиотиков Потому что это просто Ну понятно Что это мы взяли у природы Вообще Гениальный Биохимик Лёня Фукшанский Меня почастливилось с ним дружить И он Он Сейчас вполне жив Он ровесик моего отца Активно работает Мысль занимаемся Математической биологией Чуть-чуть пробую Он Профессор Математической биологии В Германии Он говорил Что Чуть ещё и приделывал Дети Которые делают Песочницы Позаимствовали Игрушки Которые Придумала природа А так Ничего не умеем делать Если бы Не было плесени У нас бы не было антибиотиков Ничего не придумали Ну это Древний медицинский принцип Что там Подобное Подобным Вот это Разумеется И тут Как бы Ты вот сейчас бы Как бы критически Высказался Что ничего не придумали Вот Как бы С интонацией такой Что Мы там вот не умеем А другие наоборот Говорят Ушли от природы Всё придумывают Всё неприродное Ушли Осуждая за прям Противоположное Вот Поэтому Тут как бы Ну Я не вижу Я сам не против Ни того Ни другого Только вот Не вижу ничего Ну какая-то мера Должна быть Как я Когда я и говорил И показывал Фигуру креста Там вот И знак какой-то меры Что вот Крайностью Что-то мы придумываем Что-то берём От природы И Да Значит Ну Как бы мы Так Поболтали И можем приступать К эксперименту С матрицами На английском У меня Почему-то Ужасно Раздражает Слово матрица Потому что Я не хочу Думать Есть Линейные операторы Где там Какие таблики Почему Нам Всё время В жизни Нужны таблички Зачем Нужны таблички Таблички Нужны компьютеры Давайте В тот момент Когда мы идём К компьютеру Мы заводим Таблички Истинно ради Я всё-таки Замечу Что понятие Матрицы Появилось Там более чем Ну где-то на сто лет Раньше Чем компьютеры Вот Истинно ради Я всё-таки Нет Чух-чух-чух Чух-чух Складывается Умножается На счётах Да Но в целом Я думаю Что Эти матрицы Как они Применялись Там Ну ты меня Видим Я не помню Видимо Гроссман Вот что-то Можно сказать С матрицами Работал Видимо С него пошло Могу ошибиться Но помню Что уже Во времена Теории Относительности Её рождение Специальной Эйнштейновской Вот там Вот преобразование Лоренцево Преобразование Прочёт Фундаментальные Преобразования Координат Которые Фундаментально Важны Для специальной Теории Относительности Вот их На самом деле Удобнее Всего делать На матрицах А зачем ты Так про это Думаешь Ну что Тебе же Это приятнее Иначе Ну зачем ты Семя мучаешь А я Гроссман сказал Я про Гроссман Сейчас говорю У тебя В Пространстве У тебя есть Твоя любимая Сфера Её касается Плоскость Это красивая Картинка Конечно Конечно Но тем не менее Но тем не менее Я люблю Когда где-то Может быть На периферии Я вижу Что-то Что не вполне Вписывается В магистральную Картину мира У меня есть Глубокое Подозрение Что если Какая-то теория Объясняет Всё на свете То она Не верна Вот И Поэтому Я вот Отчасти Именно поэтому Я Матрицы Именно как Вот такой Вот Я скажу Что-то Для меня Очень важное И Если кто-нибудь Потом Поймёт Как Меня поправить То это будет Очень здорово Потому Что Вот теперь Послушайте Меня Скажу Что-то Про что Я думал 40 лет Очень напряжён Поэтому Можно уделить Чуть-чуть Внимание Каким Значит Философия Квантовой Физики Принципиально Отличается От Классической Более того Эйнштейновская Физика Где Другие Городопроводования Принципиально Отличаются От классической Почему Для того Чтобы строить Квантовую Систему Мы Зачем-то Отправляемся В архаизм И Сначала Строим Классическую Гамилотоновую И так далее Берём Галитомилиан А уже потом Его Квантуем Зачем Откуда Философия Совершенно Другая Мы Понимаем Что Квантовая Физика Это у нас Ансамбли И так далее Все на свете Чисто Квантовые Феномены Мы все равно Почему-то Начинаем Упорно С Классической Гамилотоновой Системы Потом Мы добавляем Тереотносительность И потом Мы Начинаем Квантовать Почему Мы не можем Просто С нуля Ничего не Получилось У нас У всех Четверть Людей Рождаются С хвостиками И в детстве Удаляют Лишки Замечника Почему Мы начинаем Гамилотоновой Физики Замечу Что я Именно Я с хвостиком Мне его Видимо не отрезали Ну или отрезали Я не проверял Ну наверное Отрезали Гродно Маш Я не понимаю Как Квантовать Систему Если не было Классического Варианта Мы начинаем С классического Варианта Почему Что за Бред Это Как Несу разницу У нас есть абсолютно Квантовые Феномены Нет Но при этом Мы все равно Начинаем С классических Откуда это берется У меня Очень близкий друг Которому Сегодня вечером Еду Ужинать Играть Не плохо Марк Стрихман Он Профессор Особой Обслуженный Квантовой Физикой В Конституции Каждого Нельзя Я вас Никто не понимает Почему Мы Зачем Начинаем С классической Мельтонной Системы С этих параметров Кто-нибудь Не может Это объяснить Я думаю Что это Свойство Человеческого Создания То есть Сначала Свести Какому-то Стартовому Потом Дельтами Немножко Добавлять Как-то Так А почему Нельзя просто Построить Физику С нуля И Обязательно Сначала Вынуть Жирафа Из Холодин Чтобы Положить Твои Бегемота Что-ли В этом Дело Ну да Наверное Я Ну Ну Юр Мы Попали В Другой Мир Почему Начинаем Здесь Ну вот Я могу Сказать Только Почему Я В девятом Десятом Крест Совершенно Не увлекся Квантовой Механикой Несмотря Подобного Рода Вещей О чем Ты говоришь Может быть Вполне Полезно Вот Что Когда Да Вот Мне кажется Теория Категории Могла Была Для той Революции Которой Ты Ведешь Речь Как-то Послужить Вот Потому Что Она Немножко Разбивает Традиционный Вот Подход И Я Поясню Может Это Ну Это же Клубок А не Серия Лекции Сейчас У нас будет Даже Сколь Наверное Перерыв В свое Время Грутен Дик Ну Это Вольф Я просто Втою Туда В эту Сторую Он Решил Вернуться К себе Во Францию И так Далее Ну И Ну Хотел Сего Хорошую Лицую Профессорскую Ну Университет Своей Родине В Провансе Как Понятно И Было И ему Написали Письмо Из Принстона Наталья Что такое Грентедик Да И что такое Прованс Какая-то Провинция И так далее Грентедик Ну Я Не Очень Тут Все Понимаю Поэтому Не важно И Написали Письмо Вы Знаете Такого Профессора Грентедика А то Значит Он Попросился У нас На позицию И Президент Пинстона Я сейчас Повторясь Помоги Он тогда был В Пинстском университете Ну ладно Давайте Не буду вспоминать Навру И потом Зачем Небудь Ругать Он Ответил Кто Такой Грентедик Любой Целеверный Человек Знает Однозначно А вот Что У вас Есть Университет Я узнал Только Вчера Ну Это Иллюстрация К тому Уклончивости Понятия Простоты И Естественности Простящий Пример Вот Точно Так же У Исток Лежит Грентедик Как любой С точки зрения Многих Любой Цивилизованный Человек Знает Какую-нибудь Музыкальную Группу О которой Никто из нас Слыхом И не слыхал Вот Несомненно Там самый популярный Рэп-автор Какой-нибудь О котором Никто из нас И не слышал Вот Тут Как раз Тот самый Случай Относительности Естественности И простого И понятного Грентедик И стоя Немножко Другая Правда Ну Не знаю Я уверен Что Ну С вами Я тут Не знаю Раз уж Зашла речь Все-таки О квантовой Механике Я не могу Удержаться О том Как вот Парадоксально Простейшие Физические Понятия Во многом Ну Не то что Контруинтуитивно Но вот Петляя И запутанно Гораздо Более Простой Ситуации Входят В наше Преподавание Вот скажем Возьмем Физическое Понятие Если вы захотите У меня было Некое Счастье В жизни Удивительный Математик Абсолютно Оригинальный Он Рассказывал Про Неравенство Белла Которые Разрешили Спор Эйнштейна С Да Ну Понятно С Борном Или С кем Угодно В общем Он даже На этом Написал Заметку Для Кванта Его Звучит Боря Целесон Он Недавно Умер Эвтаназией В Цурище И Мне Довелось Слушать Его Гениально Дальше Много Его Слушал Мы С ним Дарь Дружили Боря Целесон Я Могу Рассказать Про Абсолютно Не Математическую Но Абсолютно Формальную Математическую С твоего Позволения Дима Я Первый Сказал Сейчас Все-таки Хочу Закончить Свою Мысль Вот Она Не Очень Длинная И Что Вот Понятие Мгновенной Скорости Как Мы Ну Собственно Обычно Строится Физика Ну И в школе И всюду Что Ну Вот Мы знаем Что Есть Вначале Скорость Как-то Определяется Потом Мы Об этом Забываем И говорим Что в каждый Момент Времени Есть Какая-то Скорость Потом Нам Нужно Строить Определенные Пределы Мы Считая Понятие Скорости Данные Начинаем Там Именно В данный В момент Мы Считая Данные Простым Неком Абсолютным Таким Понятием Начинаем С ним С класса Девятого Работать И работаем Револьфа Но Факт Я говорю Оф Оля Извини Меня Пожалуйста Револьф Револьфович Ты Мне Наступил На больную Воздуль Ну Вполне Возможно Дима Я не обещал Этого не делать Какая многоведенная Скорость Если время Квантуется Ну Ну Недаром Я пошел После твоих слов О квантовой Механике Вот именно Подобного Рода Размышления В девятом Классе Не сделали Меня Фанатом Квантовой Механики Что есть Гораздо Более Простые Вопросы На которые Толком-то Ответа Нет Ну Фактически Разумеется Никто Из нас Не то Что Момента Скорости Никто Из нас Не владеет Восприятием Просто Момента Чего-либо Мы всегда Только с какой-то Длительностью Имеем дело И ее И можем Осознавать Потому что Воля Я скажу фразу Которую Попробуй Лена Лен Попробуй Запомни Мы Сначала Умеем Интегрировать А Гораздо Позже Попробуй Синфицировать И только Для того Что Снова Интегрировать Ну Примерно Так Кстати Даже Странно Вот Но Примерно В 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 Потому что я думал, что это будет местное в этом разговоре. И дальше ты продолжишь и скажешь, что это дурак. И сойдет. Тем не менее, нам важно, что получилось вечером. То есть мы проинтегрировали сделанное за день. Что было в 5 часов, в 5.13.03 и так далее, не важно. Важно же продолжать день. Это нам сегодня не важно. А завтра очень может даже стать важным. В этом-то и проблема, что понятие важности, ну, если так вот говорить фундаментально, понятие важности столь же условно и относительно, как понятие естественности и простоты. Сегодня не важно, а завтра важно. Вот. Сегодня вот мы считаем нечто точкой пренебрежимого малым, а завтра очень даже вот... Протяженным телом, которое имеет размеры и может участвовать в... Вот-вот. Мы разрабатываем... Автомобиль на дороге и автомобиль в ДТП. Ньютон разрабатывает свою механику под положение, что тела, участвующие в ней, имеют очень... Такой небольшой... Какой он играл в детстве в морской бой? Вот. Ну, у меня другое, вот, что имеют... Размеры которых можно считать точками. Вот. Движение вот светил, вот на них действуют... А тела, которые действуют, силы, можно считать точками. Вот это основная часть там, конечно... Вот лети близко к Солнцу и спроси его. Вот. А потом... И точка, а тебе Солнце скажет плюх в морду. Мы живем... Вообще классическая наука, вот ньютоновская, вот классическое тоже обманчивое слово, она, значит, базируется на том, что мы живем в серединном мире. Мы не изучаем весь мир, в принципе. Вот. И мы не изучаем, так сказать, в принципе, ну, самое маленькое в этом мире. Мы находимся в неком серединном мире, вот, точка – это вот то самое-самое маленькое, вот оно есть и есть, вот как-то на него действует, вот, и... Но мы внутреннюю структуру самого малого не изучаем, вот. Точно так же, как все звезды мы не изучаем, мы изучаем вот некую такую серединную ситуацию. И вот в этом... А потом методы этой серединной ситуации квантовая механика пытается перенести в ту самую, что изначально было исключено. Весь математический аппарат, свой бесконечно малый, с понятием мгновенной скорости, вот весь математический аппарат был создан для серединной ситуации, а он переносится как раз в те опт-зоны, куда он, в принципе, не рассматривался. Говорилось, что размером точки можно пренебречь. А теперь мы говорим, что в квантовой механике. Я все-таки, поскольку у нас уже не серия лекция, Кружок, я буду настаивать. Ольга, я буду настаивать, я буду поставить эту фразу через каждую минуту. Нам мгновенная ситуация нужна только для того, чтобы ее интегрировать. Ну, мы... Только для этого нет ничего больше. Нет, у нас есть некоторые данные, которые мы считаем мгновенными, для того, чтобы подставлять граничные условия. Нам нужно подставлять граничные условия под знак интеграла, вот, нам их нужно подставить, вот, и там даже я помню, там что-то о теореме Каши, вот, и так далее, о начальных условиях, и так далее. Но я вернусь к мгновенной скорости. Вот теперь вот уже, наверное, стало очевидным связь, почему-то не случайно я это вспомнил. Значит, мы говорим, что это нечто вот, ну, простое и базовое. Потом мы говорим, что, ну, на самом... Через некоторое время мы начинаем говорить, что это все-таки предел некоторых скоростей за интервал. Тут возникает еще одна путаница, потому что вначале вроде бы мы его взяли за базовую, потом мы уже реально в учебниках, как так мы говорим, это предел по некоторому интервалу. Фактически мы, очевидно, таким образом и воспринимаем ее, вот, скорее, ближе к нашему интуитивному восприятию. И так, да, боюсь, чувствую, что моя вот, мои замечания так немножко я скомкал, точнее, она будет разросся, а потом скомкал, вот, что мы не объясняем... Ну, что такое хорошее объяснение? Это мы объясняем неизвестное через более известное. В случае с мгновенной скоростью мы постоянно с этого сбиваемся. Мы постоянно начинаем объяснять... Вот мгновенная скорость на самом деле, нечто нам абсолютно неизвестное. С его помощью... Но мы берем в любом учебнике физики, по-моему, за некое базовое понятие и пытаемся что-то с его помощью объяснить. Вот, в то время как оно нам известно, фактически нам дано, вот, ну, некое, вот, нечто интервальное. И, то есть даже... И вот потом, да, и вот подобного роду соображения я сейчас привел такое простейшее, может быть, даже к парадоксу, там, этого, про Архимеда, про Ахиллеса и Черепаху можно там возвести, вот, но не обязательно. Вот, меня, честно говоря, что, ну, квантовая механика, да, естественно, вот она переносится из той ситуации, где мы чем-то пренебрегали, на ситуацию, когда мы как раз и тем, чем пренебрегали, теперь и интересуемся. Вот эта самая важность, она стала совершенно другой, вот, качественно изменилась. И поэтому, естественно, все методы, которые мы использовали, они перестали работать. Тем не менее, эти методы используются. И у меня вызывает всегда удивление только одно, что они иногда работают. Вот, что это опытный факт, что квантовые механики иногда, вот эти старые методы, созданные для совершенно других ситуаций, иногда дают что-то осмысленное. Вот. И вот это, вот, в самом деле, чудесное явление. А когда они не работают, и что-то там не объяснено, ну, так и должно быть, разумеется, там столько вот чисто логических ляпов. Вот обнаружив это, ну, примерно это, там есть еще другие умозрительные конструкции, я совершенно, ну, даже, даже и не интересовался. Я скажу, ты можешь со мной поспорить, но это бесполезно, потому что я ничего формального не скажу. А я скажу, это будет болтовня. Ну, наверное, важно, потому что я буду пересказывать по-моему, увеличающим все-таки нашего времени. Мы сидели, очень промокли ноги, но это не важно. В Нью-Йорк выпал снег, автобусы не ходили и так далее. Мы сидели в курс на Стутице с Мишей Громовым. И я говорил глупости, я говорил, а Миша – это умная вещь. В этом большая международная разница. он говорил очень правильно, а я говорил, я ровно. Я ему повторял, я в то время решил очень старинно по моему Больцману про количество старений шариков в системе газа. Больцман попал в сумасшедший дом. Ну, потому что он говорил, что иногда преувеличивается. А ему отвечали, что ты дурак, потому что зато законы природоогласимы, несколько состояний архнулим, если что-то уменьшается. Квантифизики тогда не было. Миша говорил, они были идиоты, больше, но в гении, потому что он был концепциальным зрителем. И конкретика не играла роли, он понимал, как вообще. А остальные нужно доказывать. Дальше мы говорили про Ламарка и Дарвина. Мандельштам воспевал Ламарка. У него все было логично, Дарвин сходил с ума, потому что не было это известные процессивные доминантные признаки. Теория эволюции без этого не существует. Но у него была концепция, у Ламарка была формальность. Ламарк никуда не вошел, никому не нужно сейчас. А Дарвин до конца не понял точно, но тем не менее. Вот Больтсман тоже оказался, что есть квантовая ситуация. Ну, в общем, есть концептуальное мышление. А то, что какие-то мелкие формальности, да ладно с ними. Если понимать, что вообще происходит, можно их проигнорировать. И Миша Громов меня этому учил. Он меня учил еще тому, что вот кто-то доказывает теорему. А я уже знаю, а теорема правильная, верная. А как доказывать, какие условия в моей жизни? Ну, пускай не водится. Я уже больше заниматься не буду. Я уже знаю, что это так должно быть. Общение с Громов у меня было фантастическим явлением, потому что он не думал по конкретику, он знал, что это уже сделают, я этим заниматься не буду. Ну, в моих глазах прелесть, одна из прелестей чудесностей науки, что ей могут заниматься люди с абсолютно разным мировоззрением, одни, как ты сейчас ярко выразил, одну позицию, может быть, десяток ей противоречащих и друг другу. И все они могут, и все люди вот с этими разными позициями могут плодотворно заниматься, и порой кому кто-то из них будет создавать что-то новое, кто-то будет там популяризировать, кто-то искать ошибки у остальных, весь их тут создает, ну, некую гармонию. Вот это вот удивительное явление в науке, что она, можно произнести всю, как бы перевернуть твои слова и напирать на слово точность, точность мышления, как бы вот в антитезу тебе, но можно перевернуть и другим способом, и все эти позиции, как бы, ну, высоко законны. Вот, законно, это даже, это принижает. Они все, они вот имеют место, есть ученые, которые с этим согласны, которые так искренне считают и могут, вот, и все это оказывается соединено каким-то вот единым научным организмом. Это в моих глазах очень, очень существенно, вот, что вообще те дела, чем более шелтко нас какое-то дело, и мы хотим его развивать, то, чем обычно считается так, ну, это не нужно, это только дурак, что, это, ну, имеется в виду, что чем меньше, клуб элитарности, что чем меньше людей способны что-то делать, тем лучше, тем более ценно это действие. Но, это, конечно, так бывает, но точно так же бывает и другое, что если люди способны, из какое-то дело объединяет людей, ну, может быть, на что-то другое негодных, то это тоже очень ценно. у нас кружок, клубок, у нас семь человек, я скажу первую строчку, сколько человек скажут последнюю, чем больше женщин, я продолжаю три фразы, вот, чем больше женщин мы любим, вот, вот, средняя строчка. мне кажется, что я помню, вот, это одна из классических фраз, вот, там еще есть полемика по поводу правильного продолжения, вот, но, вот, но, дай шанс другим. Что? Дай шанс другим. Ну, я и даю, да. Кто, кто, я думаю, что Валька знает, там очень... вот, просто как бы, ну, ладно. Я начну дальше продолжение текста. Чем больше женщин не любят... Подожди, подожди. Чем меньше женщин не любят, тем больше... у тебя инверсия, у тебя инверсия этого самого случается, ты сам не замечаешь, видимо. Чем больше женщин, чем меньше женщин не любят. Вот я сейчас попал, Ну, по-моему, да, но кто их там знает, может быть, у тебя в тайнике остальные руководители. И тем вернее ее мы губим. Я жду последнюю строчку. Я уже запутался. Нужно все-таки... Нет, я уже тут уже запутался, вот, с твоими лагунами и женщинами я запутался. Что за женщина с Пушкин? Вот, Пушкин женщина неотделимы. И вообще, ну, любовная лирика Пушкина у меня настолько не по душе, вот. Я и так не фанат Пушкина, но я люблю луком кое-что, а любовная его лирика, ну, там совершенно безликие персоны. Они все как калька с французского языка. Все это настолько вторично, вот сразу видно. Вот у Лермонтова там бывает личное отношение, там у многих поэтов, когда они пишут любовные стихи, вот ты понимаешь, что это их реальные чувства, которые они к реальному объекту испытывают и излагают. А Пушкин версифицирует, версифицирует. Он берет французские там образцы и все и перекладывает. Его любовная лирика это антипоэзия. Перерыв. Не выдернивый. Потому что Пушкина ты не трогай. Я тебе многое прощу, но Пушкина не трогай. Ну, перерыв это фотоперерыв. А вроде час пошел. Нет, я у Пушкина кое-что мне нравится, вот, но... Эту фразу, если ты ее публикуешь, тебе... Ладно. Не обижай моего Пушкина. Он не твой. Это штат из Марина Цветаева и мой Пушкин. Ну, тем более не твой. Вот. А как там у Цветалы как раз Пушкин... Цветала как тебе писала, как там Пушкин... У нее же стихотворение о Пушкине. Пушкин словно попугаи площадные затвердили. Пушкин, Пушкин, забыли там все его африканские страсти. Мол, что... Ну, она проводила мысль, что пушкиноведы засохшие архивные юноши, которые, ну, ни черта не могут смыслить в африканских пушкинских страстях. Все пушкиноведы, так сказать, осторожные, аккуратные, вот, и ничего в Пушкине поэтому понять в принципе не в состоянии. А она, вот как поэт-поэта, его прекрасно понимает. И она все это с мощью своего таланта, вот, я помню только отдельные строчки, вот, что там затвердили словно попугаи, а, рифм еще, значит, твердить, они вот твердят словно попугаи, Пушкин очень испугали. Вот последняя страфа, по ней, наверное, можно нагуглить, ну, или просто Марина Цветаева яркое стихотворение. Вот можно даже, да, наверное, я его нагугу. Перерыв на 7 минут, а иначе я начну вам читать Пушкина от начала до конца. А иначе заболею. Перерыв на 7 минут, а вместо этого буду говорить про меня иноальгеба. так, как мне здесь не ошибиться-то. Ой-ой-ой. Четыре черта не понимаю. А, я понял. Ну, можно продолжать. мы, конечно, столь не клубок, а чертополох. Но, может, в этом нет ничего трагического, а наоборот, какого-то, естественно, развития событий. Вольфа, какой у тебя план? У меня были некоторые идеи, что можно поделать. Ну, вот. Народа у нас совсем мало, все разбираются. Я трудолюбиво в чате выслал всем сообщение. Читать я сейчас не чувствую вдохновения и сил. Я прочитал про Пушкина. Да, я прочитал. Вот. Словом, ну, вот я-то, она-то в него влюблена, а я-то нет. Вот. Ну, естественно, впрочем, чисто поэтически. Ну, конечно, с ним веселее, чем без него. Вот. Это тоже факт. Веселее и как-то краше, да. И заодно можно ножку-ножкой, ногу-ножки называть. Да. Ну, пожалуй, одно из моих любимых стихотворений город пышный, город бедный, дух неволи, строгий вид, цвет небес зелено-бледный, скука серости гранит, скука холод и гранит. Все же, все же, жаль мне вас немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. Прямо почти как у Кривулина. Прямо не хуже Кривулина. Надо же. Вот. И это прямо, ну, серьезно говоря, прямо как 21 век. Совершенно вот это от души. Я был знаком с Кривулиным. Вот. Ну, я понял, да. Я с ним мельком пересекался, когда он баллотировался там, от Блока Старовойтовой, и у нас был забавный разговор, он очень такой открытый и общительный человек, и я читал его предвыборную программу, и как-то ну, дал ему понять, что он, а он как-то очень живо интересовался моим мнением, и я дал ему понять, что ну, как-то, в общем, не очень убедительно. А он мне так несколько обиженно говорит, ну, как, у меня не хуже же, чем у других. Я вот как-то, на что я радостно ему сообщил, вот именно, вот именно говорю, вот так же безлико, как и у других, а вы же поэт, ну, от вас мы же ждем, ну, чего-то более яркого и личного, вот, а у вас, да, как принято в демократическом, ну, в вашем круге, вот, и он так смутился, не мог понять, вот, ну, после моей критики он не ожидал моего конца, вот, но я говорил, что наискренне, вот, как-то этот демократический круг хорошо пожирал, все, даже вот такого признанного, как бы, таланта Кривулина, он хорошо пожирал, вот, и усреднял, какая-то была такая мода, и даже там, вот, ну, ладно, честно признаться, я очень надеялся на матрицы и на английский, если у тебя есть силы, Дима, то давай, а если нет желания, то и нет. Вопрос, что у вас силы были, матрица вещь такая, как выезжает, как бульдозер. Я бы там линейное преобразование. Я же тут хочу потом понять, что из этого может сделать Лена. Потому что, Лен, если ты что-то записываешь, то тебе нужно посмотреть лекции сотен моих других записей. Они у меня есть. Они частично переписаны по-английски. Нет, я их читал по-английски. Я пытаюсь объяснить простыми словами то, что сам не понимаю. Это сейчас, конечно, пошутил, но это шутка, которая имеет осмысленное право до существования, потому что то, что я принимаю, означает просто непередуманный язык, что мы на каком-то промежуточном языке. Осознание науки – это развитие языка, на котором мы говорим. и я нахожусь в том состоянии, что я понимаю, что я уже вижу несколько языков, потому что они проходили разные стадии развития. Тем менее, я, конечно, даже примерно не знаю, на каком языке мы должны это говорить. И может, в моей жизни это случится. Ну, хотя бы я… Должны. Вот, кому должны. Как учил меня Револьд Иванович, если услышишь слово «должны», всегда спрашивай «кому». Вот. В том-то опять-таки прелесть, что можем так, а можем эдак, вот, и испытывать удовольствие от перевода. Вот. Но, конечно, если при этом мы не теряем какие-то содержательные интересные факты. Я с тем, что я не соглашусь, потому что «должны» это значит то, что я должен себе для того, чтобы получить куклеотворение от понимания. Пока я его не имею, пока я понимаю, что язык мне мешает, язык не знаю, я имею научный язык в данном случае. А это значит, что я вообще в своей жизни должен только себе. это у меня абсолютно отдачное понимание. Ладно. Давайте... Может быть, еще дети. Может быть, еще дети. Если мы берем в долг, мы явно должны кому-то все-таки так я бы... мне мама говорила, долги родителям отдают 10. Вот, Эту фразу описать запомню. Я в свое время читал много русской общественной публицистики, наверное, заметно больше среднего, чем ее читают, и пришел к мысли, что если там переписать слова... Вот есть какой-то автор, допустим, нужно понять, стоит ли его читать, русский публицист. Если у него все слова... Обычно русский публицист очень любит слова «мы должны», и газета «Правда» там вот, скажем, был частотный анализ не газеты «Правда», а русского языка, сделанный в советской власти, при советской власти, и там оказалось, что первое по частоте это слова там первые два, это какие-то предлоги, там «в» или «на», а вот следующая на третьем... Я произвожу цитату, потому что мы стоим на блещах гигантов. Я произвожу цитату, с ней поспорить больше. И я... Оль, это не надо перебивать, это не мои слова. Поэтому тем более надо? Уже перебил, я замолчил. Ну, извини, но я как бы так боюсь... Перебивать. Это редкий случай. Ну, извини, вот, я не думал, что для тебя, просто я имел в виду, что если это не твои слова, их можно прочитать в другом месте. А твои слова как раз только здесь вот мы и можем услышать. И отчего мы больше далеки от православия или эллинизма, и что несет нам новая эпоха, и что должны мы принести жертву. Да, Бродский на, значит, разрушение греческой церкви, насколько я помню, вот, ну, так вот, если слова мы, в русских публицистах, слова мы должны, можно же... так мало гнеков, в рентгладе, что мы разрыли, что мы сломали гееческую церковь, чтобы постравить на свободном месте. Концертный зал в такой архитектуре. Есть что-то? Я помню, это начало концерта. Ну, да, вот, ну, вот, а я все никак не могу докончить фразу, вот, которую пока невозможно нагуглить, вот, и, значит, фраза такая, что если вот есть дан русский публицист, и мы хотим понять, стоит ли знакомиться с его творчеством, то нужно сделать следующее, заменить его слова, все слова, словосочетания мы должны на слова я люблю. Если после этого статья сохраняет какой-то смысл, то, может быть, этого автора стоит читать. Вот, а если не сохраняет, смысл теряется, вот, ну, значит, и читать его не стоит. Вот, простой, довольно алгоритмический критерий. Я еще говорил о частотном анализе русского языка, значит, первое слово, там, первые слова это какие-то предбоги, типа «в», «на», естественно, чаще всего в нашей речи, но первое содержательное слово в русском языке 20 века было слово «надо». «надо», Федя, вот, главное, чтобы воля была к победе. И это мне, когда я познакомился, я так смутно чувствовал, в чем дело, но когда я вот увидел этот анализ, я понял, что я все правильно смутно чувствовал, что это есть такой феномен, недаром мы даже между собой, говоря, очень часто так совершенно употребляем императивные формулы, что тебе надо сделать, даже не имея и не чувствуя себя на самом деле командиром, но... Если был категорический императив, то все остальное было вообще необязательное. Что-то я не расслышал. Если был категорический императив, я цитировал Канта. Я заботился. Но это в другом Канте все-таки говорит о голосовском. формулировать какие-то очень простые наивные механические теории. А мы шли в какие-то такие дальности, сущности и так далее, что... У нас слушателы 104 человека. Откуда я знаю, кто что-то правильно с кем говорить? Дело в том, что в таком коллективе на самом деле приходится говорить не с коллективом, а с конкретными людьми. Потому что читать на аудиторию, и тогда какое-то усоединение, какое-то понимание, читаешь на аудиторию. А здесь вот в аудитории находятся люди, которых я кого-то знаю, кого-то не знаю. Находится Таня Пименово, которое я знаю плохо. Ну, то есть, как-то я знаю, что она чудесный человек, но как-то она такая веждая, что с таким человеком очень трудно общаться. Такая деликатная, такая, ну, хорошая такая, с хорошими людьми общаться. мучительно. Вольку, я знаю, ну, с Волькой все понятно. Юра, ну, понятно, в этом звездное небо и внутренний закон внутри. по канту это самое. Самый для меня загадочный человек, нет, Виктор, я Виктора лично не знаю, но мне немножко рассказывал мой отец, Виктор Крем. Ну, понятно, это Вольфен брат более так, ну, да. Самый для меня загадочный человек, конечно, Лена. Я очень хочу понять, что она такое существо. Какое-то очень интересное существо. С одной стороны, я точно чувствую, что она настоящая, с другой стороны, я ну, совсем про нее ничего не знаю. вот такая, как бы, нет, я точно чувствую, что она настоящая, но очень ничего не знаю. Она читает, она понимает, а кто такая Лена? Потому что про выстрелы, я, конечно, понимаю, я понимаю про Юру, потому что все-таки астроном, физик, так далее, научная, моря признала, я не знаю, сколько лет. Ну, вообще-то мы, ну, все-таки, правда, скажем, что мы учились вместе, вот, ну, и не очень, и так, у нас общее было прошлое, понимаешь, наши отцы сидели за одним столом, ну, 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 я все-таки отличную, ну, ладно, мы, скажем, для меня многое в тебе было сюрпризом, когда мы стали вот здесь общаться, вот, поэтому, ну, может быть, я тебя ничем не удивил, не знаю, вот, но в тебе, вот, когда мы стали общаться. Ты меня очень многим удивил, на самом деле. Вот, и, ну, вот видишь, поэтому все-таки не все поделяется нашим. Немножко говорить о математике, и на самом деле уж раз было такое обещание, я записывать буду по-английски. Сейчас я сделаю скриншер, у меня здесь есть для этого устройства, и я буду говорить не математически, я снова буду сначала говорить о физике, а потом о линейной алгебре. Единственное, что я все-таки напомню, что вот сейчас у нас 22-23, то есть, ну, где-то вот просто масштаб времени, вот, ты бы, и, да, Тань, еще у меня, ты не рядом с Ваней? Таня, может быть, нас покинула, она, ну, ладно. это изображение, да? Вот, потому что Ваня, как я, почему я так забеспокоился, что Ваня, он как раз вот ему вот и послушательнее, понятно, что он сбежал от Пушкина. На самом деле, я тебе скажу честно, что мой-то план был говорить с Ваней. Ваня, почему я, мы спелись, я именно его и стал искать, вот, а он, понятное дело, сбежал, хоть даром, что Пьер Безухов, сбежал от Пушкина, и это понятно. Так может, верхомный медведь? Что? Верхомный медведь с головой, с гордыми. Ну, так или иначе, вот, мне тоже, у меня на самом, ну, вот, особенность, он, он некоторым родит для меня посредник между тобой и Георгией. Ну, в общем, мне проще воспринимать, если он будет что-то говорить в ответ тебе, вот я сам больше пойму. Я буду рассказывать про умножение векторов и ковекторов множественное, ну, то есть, понятно, в эти прорывы, и при этом в они нет участия, то получится вообще по целой аудитории. Ну, нет, я думаю, что и Лене, там, и Юрий, вот, что-то, я, вот, и мне там это, ну, в общем, я согласен, что без него вдаваться именно в эти дебри не стоит. Хорошо. Так, Лена, включи, пожалуйста, звук. Я хочу задать вопрос, я пойму, на какой волонне мы говорим. Я хочу тебя спросить, извини, я, ничего личного, я буду говорить про, естественно, научные вещи. Лене, да, почему такая фантастическая разница между симметричными, квадратичными формами, то есть, ремоновой геометрией, когда произведение, я сейчас подключу экран, когда произведение симметричное и кососимметричное, которое дает жизнь геммельтонной механике, почему эти два мира настолько сильно отличаются. Какие-нибудь слова скажи. Почему это так важно? Почему такая мелочь, один знак минус, меняет все? А я тебе расскажу историю, она будет тормошить. Меня поймал за оборвок футболки. У меня нет джеков, ничего, я хожу в футболках, у меня нет приличной одежды, и мне зачем мне это? Вот. Рохлин. с чего он говорил пацанам 18 лет в величайшую мысль времени Владимир Абрамович Рохлин. Он меня спросил, ты понимаешь, чем отличается алтипль от геометрии от анализа. Я, конечно, был идиотом все-таки. Ну, не настолько, чтобы... Я же понимал, что Рохлин собирается мне что-то сказать, а не ждет, что я ему что-то расскажу. Ну, понятно, что я его хотел слушать, а не наоборот. Вот. Поэтому я просто раскрыл рот и уши. И он сказал, пространство изометрии в топологии по существу бесконечно. мерно. Ну, в общем, он все разделил по размерности пространства преобразования. Сразу. Чем отличается топология от геометрии от алгебры? Все понятно. Подожди. Геометрию от топологии так легко отличить. Конечно, там все непрерывные преобразования как бы эквивалентны, а в геометрии только узкие, небольшая часть преобразований. А вот в алгебра-то алгебра описывает и геометрию, и топологию, вот как бы применяется как в ее пространство модулей с точки зрения Горсенбита конечномерно. Ну, в модуле над чем-то там это все... А в геометрии бесконечномерно. В римных многообразий принципиально континуум. Алгебра-эческие структуры принципиально описываем счетными структурами. Ну, алгебра-эческие понятно, мы называем то, что мы можем записать. «Ольга, мы сейчас идем далеко. Да, да, да. Потому что к этому я бы вернулся. Но я бы хотел дать себе время продумать, потому что рохлими. Он был человеком, во-первых, мудрым, во-вторых, терпеливым. Ну, а как можно быть незепривым человеком, если гениальный математик прошел десятилетие сталинских лагерей и фашистских лагерей, потом снова сталинских лагерей, потом репрессии евреев, ты понимаешь, что это значило». Когда меня выгоняли с Матмеха, то, может быть, ты там помнишь, такой был замдекана Пляка, и когда я с ним беседовал, значит, по поводу своего выгонения, он, это 83-й год, он, поразительное дело, хвастался мне так. «Мы, говорит, выгнали сына Рохлина, а уж хвастому съедим тогда с потрохами». Вот. Ну, я не удержался, конечно, и сказал, вы выгнали сына Рохлина, и до сих пор этим хвастаетесь. Вот. Как-то это его немножко сбило, вот, ну, процессу это не помогло и не помешало, вот, но... Я немножко удержу сына Рохлина. Вот. Но меня, на самом деле, тогда очень удивило, что вот они мало того, что его выгонял там лет 10 до меня, там где-то, я не помню, когда, вот, ну, вот за много-много лет это помнит и хвастается. Интересно, а вот комната рядом вот в Матмихе, когда еще, когда я учился, и вот давно тоже был там на памяти наследия Витязева, там аудитория рядом с поддеканатом, где обычно математикой занимаются, называется подплячник, а рядом с деканатом соплячник. Ну, его очень не любили, там, замдекана по работе со студентами, но редко студенты любят того, кто вот ими занимается, но пляка выделялся своей мерзостью, как-то вот фамилия была адекватная, и, ну, я говорю, даже вот этот эпизод, говорю, помните, хвастаться, как они выгоняли сына Рохлина, это, ну, не всякому дано еще, вот, и это он выделялся, и моя там ситуация была лишь одним из эпизодов того, тех мерзостей, которые он творил. Ты знаешь, чем занимается сын Рохлина нынче? Нет. Он очень серьезный специалист по компьютер-сайенс в Америке. Я с ним и на меня встречаюсь, ну, поговорить просто о науке. Он очень, Владимир Абрамович Рохлина, он был человеком, фантастическим, не знаю, кончайшим человеком. Он, это после всех лагерей чувствую, так шел. У меня так судьба сложилась, что я общался со многими сидельцами, и могу сказать, что я не встречал никого, кто погрубел, что ли. Там некоторые надрывы комплекса могли быть у людей из-за этого, но какого-то вот огрубления не замечал. Ну, естественно, общался с теми, кто по политическим причинам. Что ты не делал? Вот этот, я, ты подхватил с моего языка, потому что общался с теми, кто политическим сидел, потому что были еще воры в законе, да, С этими я тоже, ну, нельзя такими крупными, но с уголовниками мне тоже доводилось встречаться. Им не доводилось. Вот-вот. Ну, это совсем другие истории все-таки. Ну, да, ну, и они, нельзя сказать, что огрубели в тюрьме. В тюрьме они, так сказать, ну, конечно, заматерели, вот, но они были... Вот, скажите, пожалуйста, у меня есть странный знакомый, я не могу назвать его другом, но знакомый, он отсидел семь лет в американской тюрьме. по однозначно ложному обвинению, по моему пониманию. На него был просто наверт. Дальше его опустили. Он знает множество языков, он гениальный человек, он лингвист фантастического класса, он мне помогает редактировать множество текстов, и так далее. Сейчас три дня назад депортировали в Белоруссию. Ой. Он мой тёска, его тоже зовут Дима, он мне помогал редактировать текст Александрова. Он знает десятки языков, он кандидат на полиингвистике, в тюрьме он был чемпионом по шахтам, почему, в общем, это бред полностью. Он заходит из-за шутки 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 за это сажают на 7 лет. Ну, наверное, куски истории, наверное, все-таки. Посмотри, он меня кнутри депортирует из Штата Беларусь? Сейчас. Это я знаю, только один такой случай. При этом, когда какая-нибудь консультация по деду ящикам, текстам и так далее, он меня сразу консультировать. Он полиглот, он знает безумно отлично языков. Ну, в Беларуси никому не пожелаешь быть как-то депортированным, неизвестно, что там хуже американская тюрьма или лукашенковская Беларусь, трудно сказать. вот. А он 7 лет прожил в тюрьме, говоришь, вообще, ничего страшного нету. Был чемпионом всех американских тюрем по шахматам. Круто. Тоже, извини, что у меня друзья за этих. Да. У этого плохого и нет. Ну, я так чувствую, что ну, честно говоря, матрица осталась так, ну, вот, сейчас уже близ, ближе к 11, чем к 10 вечера вот в Питере как-то я не ну, не знаю. Так, на Тане проверять невозможно, потому что неизвестно, она присутствует или нет, у нее всегда картинка. Лена присутствует всегда живой. Может, кстати, на арене нужно проверять. Ну, ты всяко со мной поговоришь, что-то. Лена, скажи, пожалуйста, если немножко будет математики, минут 20-30. Это будет перегруз или ничего? Иван исчез, это глупо. Я думал, ему порассказывать, упростить понимание. Это будет просто неуместно. Я могу рассказывать, могу не рассказывать. или, может быть, Лена, вы нам что-то расскажете. Вы же ведете кружок. Я больше всего не слушаюсь. Вы же ведете кружок. Я люблю слушать. Понимаете, вам же где-то сходу, но не сложно. Мы же не тупее первоклассников. Вот, может быть. сходу я не могу. Я не могу. А я могу. В принципе, у меня первоклассников. Они свежие и настоящие в этом мире. Они лучше всех нас. Ну, я имел в виду с математикой. Конечно. Лен, слушай, я не буду спрашивать, сколько тебе лет. Я не спрашивал у тебя паспорт. Женщину нельзя спрашивать, сколько тебе лет. можно просто попросить паспорт. Нет, у меня были романы с девушками, которые в три раза моложе меня. Я им просто сделал визу, поэтому пришлось спрашивать паспорт. Разумеется, спрашивать не буду. Не от той стенки гвоздик. Но конечно, ясно, что сильно моложе меня. Поэтому мне интереснее тебя слушать. Наоборот. Ну, потому что старикаты слушать. Порассказывай что-нибудь. Я могу рассказывать, я очень долго сейчас думал, нет, я могу рассказывать про как ни странно индийскую медицину, и рассказывать про нейросети. Нейросетевое понимание того, как это можно понимать. Могу рассказывать про естественную геометрию. Вот смотрите, вот давайте я вам испорчу настроение. есть бубль с двумя дырками. Вы его так видите, вот так вот его нарисовали, вот он с двумя дырками. Такая дрань. То, что это кусочек перлической плоскости имеет полностью отрекательное кривизну, он в принципе не лежит в клинном пространстве. Вот теперь, Ольга, моя война, вот моя абсолютная война в геометрии. Не надо класть объекты в евклидовое пространство. Они туда не ложатся. Ну, ты сторонник внутренней геометрии. Ты сторонник внутренней геометрии. А я тут пришел, он тоже что-то напоминает вот эту бублик с двумя дырками. Расскажи, у тебя, наверное, есть очень много о чем. Вот. Словом, не я положил объекты в евклидовую геометрию, а то ли евклид, то ли Господь Бог. Вот. Поэтому меня призывать к этому, ну, что я могу сделать? Вот. Ладно, будем вынимать. Что, положили неудачно, будем вынимать. Лен, наверняка у тебя есть что-нибудь интересное. Удиви меня. Чем неожиданней, тем интересней. Чем больше глупости. Вот я рассказывал про сны и рассказывал про вопрос, который Антон, я не со сны, я отличный мужик. Вот тем более. Вот. нет, это просто круто. не знаю, честно говоря, честно говоря, я большой крутизны не вижу, вот, но это, вот я в седьмом классе перевозил чемоданы сам издата из Сыктывкара в Питер и наоборот. Вот это было круто. А какой-то там жалкий керосин, куда-то там какие-то банальные там средства самотравления, вот, это все ерунда. Не в этом тело. Лен, расскажи, о чем ты думаешь? Причем ты не важна? Может быть, музыка, может быть, математика, может быть, физика, может быть, культура. Нафиг. Вот ты расскажи, что есть? Мне кажется, что есть, что рассказывать. Главное, не трусь. Кто сказал, вспомнишь, какой самый страшный порог? Это глупости. Вот, это там... А ты можешь ответить, Голя? Я молчу. Я молчу. Ответить, ну ладно, это там у Булгакова, естественно, это надоевшие. Хватит, все, не надо больше. Уже? Эти надоевшие совершенно типажи, вот. Ты видел глаза, почему там коты в глазах? Ладно. Лен, расскажи, то, что у тебя на душе, это может быть, математика, физика, химия, биология, музыка, что-нибудь. Онижское озеро. Я, когда смотрю на человека, мне не важно, какая там фигура, прическа, я смотрю в глаза. У тебя очень живые глаза. Расскажи, что-нибудь. Мы просим и даже где-то умоляем. Хорошо, я тогда скажу, по какому поводу я отсутствовала последние несколько вот наших встреч. Я была в поездке в Хибины, в Мурманской области. Вот. И много лет я просто мечтала о том, чтобы эта поездка осуществилась. Так получилось, что... Это граница Вепса, да? Вепская размышленность, Хибина. Хибина? Ну, я, честно говоря, не знаю. Вепская. Да ладно. Да, вроде Вепская. Да? Я в реале ошибаюсь, я все это ползал. Я очень отлюблю. Ладно. Извини, слушай, я, по сравнению, больше не перебиваюсь. Прости меня. У него не получится. Вот. Ну, и вот просто я несколько лет назад я была, ну, то есть я даже много раз была в Хибинах. Вот. Это одно из моих любимейших мест. Вот. Но много лет не могла туда попасть. А теперь, наконец, мы с мужем и с моей собакой Бетой съездили. И это было какое-то волшебство. Нам совершенно повезло с погодой. И мы готовились к тому, что в Хибинах обычно очень непредсказуемая погода. Может быть, меняться вот моментально. Заморозок, там, дождь, потом солнце, потом... Или просто всё время дождь. Там, первый раз, когда мы были в Хибинах, всю неделю были дожди, только один день было солнце, но тогда грянул мороз. Вот. То есть это вот такое место. Вот. Но, тем не менее, ну, то есть оно такое суровое, но я его очень люблю. Вот. И в этот раз оно почему-то оказалось к нам очень благосклонно. Была совершенно прекрасная погода. Можно было купаться в горном озере. Обычно там максимум можно в него окунуться. А вот так, чтобы плавать, это очень редкое событие. Вот. И это была прекрасная поездка. И главное, что, ну, наша собака нас очень удивила. Мы вместе с ней переходили перевал. Вот. Оказалось, что она очень любит горы, холодную воду. Она буквально в каждом ручье, в каждой реке, в каждом озере купалась, плавала. И, в общем, ну, то есть вот эти горы, это просто вот для нее. Вот. И у меня сейчас вот внутри вот это вот впечатление от путешествия, вот, от этого просто сказочного какого-то события в моей жизни. Потому что, да, несколько лет мы, у нас не было возможности куда-то выбираться. И для меня это сейчас вот такой был большой праздник. Лен, мне спросил, можно? Я хотел не перебиваться. перебью. Войка правильно говорил. Лен, во-первых, я читаю спустившись из горы. Я экстремальный сплавщик по непроходимым рекам. я в год полгода проводил в палатке на горных слунах. Мой дядька, он погиб в составе горной эргизмы головиной. Отец бегал и говорил, что Дима в своем действии погибнет. Я не погиб. Я был во всех этих местах. Я человек из горы. Наверное. Ты думаешь, почему я к тебе представил. Потому что я чувствую, что человек из того мира. Ты где сейчас находишься? Сейчас Петро Заводский. Не очень далеко. Нет, от меня это безумно далеко. В этих краях мне даже близко нельзя. У меня есть очень близкие жители. Дима Ира Валой. Вообще весь мир, который двигается по горным речкам, по миру, т.д. Тибет, все прочее. Это мир, в котором я живу. Да, Дим, пока я не забыл, я один раз уже забыл, один мой, как это, вместе мы учились, студент бывший, он учился и с тобой, Володя Соловьев, и просил передать тебе привет. Он сейчас в Израиле, у наших лет, естественно, просил передать привет, что у него такие теплые воспоминания о тебе со студенчества. Володя Соловьев, сейчас в Израиле, есть в Фейсбуке. Жен, чтобы ты понимал, я водил на Памире, я водил шестерочные походы по речкам, которые представляют неприходимые руководители. Это моя молодость, не совсем молодость тогда. Поэтому мне это понятно. то, что ты говоришь. Мои друзья, они из гор, спустившись из гор. Чего ты сразу включаешь звук? Ты стесняешься? Нет, у меня просто в любой момент сейчас Бета может загавкать, и я боюсь, что я просто в эфир, у меня будет лучше. Сейчас же у нас совсем не лекция, сейчас мы только порадуемся. Поэтому заботу можно было в свое время посадить, но не получилось. Дело в том, что была очень классическая статья по квантовой механике, которую написали Альфов и Гамов. Да, и потом они еще бы этого присоединили. Вы рассказывали, Дима. Да, 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 я рассказывал. да. Так, слушай, я же стариковская память, она дурацкая, да. И я могу еще раскрыть, Лена, один ваш секрет. У Лены есть полукруглый дом. Да, да. Вот, я, поскольку, ну, всем известен как геометрия сфер, я... А полгода назад хотел вернуться на каяк, ну, потому что профессионал. Ну, каяки все-таки много у кого есть, округлые дома, вот, они встречаются реже. Ну, то, что я за удовольствием могу пройти Песелочную реку, у меня нет понятия, голова вниз, наверх, и скроморский переворот для меня не существует. меня отец отговорил, я хотел вернуться на горные реки. Я безумно люблю горную воду. Вот, чем мощнее река, тем мне там легче и симпатичнее. Я жил в горных реках. Я по полгода в году спал в палатке, у меня не было от постели и так далее. Мне было хорошее. Ну, я здесь прямой антипод во всем. То есть, главное, из чего я здесь не понимаю, кроме вот, зачем далеко ходить за трудностями, а потом вот, а потом если все равно подскажут. Нет, ну, это не вот, они всегда, не знаю, в любом, кстати, при любом системе, а во-вторых, а во-вторых, и сам, и не менее важное, все-таки во всех этих походах возникает узкая группа людей, которые вот вынуждены, ну, добровольно, вот, но все-таки очень вот тесно взаимодействуют друг с другом, с которой, собственно, уединиться фактически невозможно. и это меня всегда скорее пугала, такая перспектива, вот, что, ну, что-то, конечно, могло бы заставить, но именно заставить. Одно дело, там, ну, компания там, я и так-то не очень компанейский, но все-таки на три дня, допустим, это одно, а когда это на месяц и деваться вот некуда, это как-то, я совершенно не могу понять. Мне было нормально. Хотя я, ну, нет, вынужден, я в армии, скажем, существовал, тут худший, когда не я выбирал эту компанию, вот, но это не по своей воле, а так вот. Если я сейчас спросил на руку, какой-нибудь ближайший взгляд, то я достану. Что-нибудь альпинистское надо думать. Нет, это от цифра контексте. Какого мотоцикла? Ну, я не вновь попал. Промахнулся, но не сильно. Да, мотоцикл. Вот мотоциклистам я завидую, да. Это я лучше понимаю. Доверяешь навсегда, потому что эти люди, которые, они не знают понятия предательства. Ладно, если вы хотите, мы можем сделать перерыв, и я могу минут 15 поговорить про математику. Если нет, я могу заткнуться, мне все равно еще в страну речном гаспинг-понке. Ну, мы опытным путем мы сделаем перерыв, если после этого никого не останется, ну, значит, вот. А, ну, лично я приду, я честно понимаю, что останутся. Я вижу здесь останутся Юра, ты, Лена. Я не знаю, Таня, она формально или нет. Да, да, вот про Таню видите, ну, у всех свои секреты, вот, что с этим сделаешь. Вот, и не надо с этим ничего делать. какой я есть. Вот, да. Ладно, так и напишем. Вот, что... Я сделал трудозапись, мы так и напишем, что потому, что Ваня ушел, математическая часть лекции не состоялась. Нет, ну, Ваня может по телезаписи, я надеюсь, что ему хоть собрать... Почему? Я готов исполнить. Не, ну, сейчас уже поздно. вот я подумал про то, что, Юра, я, может быть, немножко поговорю про очень простое понимание космологии. Это как? Нормально. Это как раз простое, как раз вот мы часто упускаем какие-то простые вещи, поэтому это надо, что вот восполнить. Я могу, может быть, восстановить то, что мне говорил Пенроуз и пересказывал Хокинг. Кстати, о Пенроузе и Хокинге вот одна из их книг совместных, к моему удивлению, начиналась просто с инверсии, именно из популярных книг по физике, просто с инверсии, с геометрией окружности, с групповых соотношений. Единственное, что, поскольку Пенроуз не владел вот этой идеей симметрии, в моем понимании, он идет... Надел. Нет, не владел. Инверсию он знал, конечно. Инверсию он, конечно, знал, но, понимаешь ли, все знали симметрию, но никто не делал того, что делал Бахман, не выводил ее в центр геометрии. Он стал с разрушением симметрии, чтобы сделать квази-решетки. Нет, в его построениях, я думаю, он занимался много чем. Но вот то, что моего книжка с авторствами Хокинга, там он начинает как с там, глубоко, с поворотов экваторнеонов, для физики именно рассуждая. И все это делает в связи с геометрией окружности, но вот тех простых методов, о которых я говорил, он не использует. Он идет классическим путем, каким, в общем, Мебиус шел, скажем. Вот, в 19 веке еще это могло быть сделано. Мебиус шел, а я-то вот иду с симметриями с другой стороны и получается в общем-то существенно проще. Я не могу об этом умолчать, когда ты ушел обе эти фамилии. Кляйна. И больше идет смысле Кляйна. Ну, Кляйн просто он систематизировал все это. И то он не делал этого. Он, как и Мебиус, нет, я абсолютно правильно сказал. Он, как и Мебиус, допустим, он не делал, не начинал с симметрии. Вот он просто вот есть такие-то группы, у них такие-то свойства. То, что там в каких случаях композиция симметрии, трехсимметрии, инвалютивно, так вопросы он не ставил. Воль, я тебя перейдю и я спрошу Лену, только я спрошу так, чтобы Лена, если не хочет, ответить, не ответила. Потому что иногда это, понятно, полезно понимать. Я подумаю, если ты хочешь, расскажу, почему я тебе скажу, и так далее. Чем твой муж занимается? А я хотел, пока вы, вы так задумались, что я хотел продолжить свою фразу. Продолжайте, продолжайте. Вот, вот, И значит, они делают вот это, как это делал, как это делал нобус, опорная симметрия, и скажем, Бахман определяет, три прямые проходят через эту точку, если композиция симметрии относительно них инвалютивна. А, Б, Ц, в квадрате равно Е. Такого до Бахмана просто никто не делал. Вот, ну, я это принес там в окружность, заметил там, что там Папа Паскаля так описывается, но, словом, это уже другой разговор. И, так вот, Пенроуз, он делся в духе Клейна или Мебиуса, а не в моем и Бахмановском. А это на самом деле проще, когда мы вот приходим к этим куполам, с этой точки зрения на дело смотрим. Это один из величайших парадоксов. В принципе, то, что делал Бахман могло быть сделано Евклидом, по сути, ну, не все, конечно, но фундаментальное наблюдение, но почему-то не было сделано Евклидом. Вот, могло тем более быть сделано Декартом или там Паскалем, а не было сделано. Хотя идея, абсолютно простая, вот как композиции симметрии, позволяют описывать... Мне очень важно сказать, ты говоришь, что они не сделали, забыл, что они сделали. Декарт построил координаты. Ну, естественно, я не могу перечислять все, что сделал Декарт. Мне не хватит на это, мне говорят, разумного времени. Вот. И, естественно, вот, но удивительно, что это вот сделано не было. Лейбниц, он даже искал нечто подобное. Он искал систему алгебрического описания геометрических объектов так, чтобы эта вот система не зависела от какой-то произвольной внеположенной системы координат, а была связана с самими фигурами. Вот симметрия идеальный метод. Лейбниц, Лейбниц даже хотел такого, но не сделал. это удивительно, там не Бахман был первый, там в 20 веке один американец, по-моему, Маккензен, но не помню точно, как математик, он малоизвестен, он скорее как педагог, он это думал с точки зрения преподавания школ в 30-е годы, опубликовал. Бахман о нем упоминает, естественно. И, словом, это удивительное явление, что оно не было, и Пенроуз, он абсолютно традиционен, он Бахманом не считал, может быть, вот и, а может просто именно потому что традиционно, но отходить от традиции, это всегда, это всегда вызывать вопросы. Роджи Пенроуз мало что читал. Ну, я не знаю, вот даже если, в любом случае, отходить от традиции, нужны какие-то веские причины, даже если это упрощает дело, и он так или иначе не стал этого делать, вот, но это я так, к слову, просто, что уж упомянул обе фамилии, Хокинг и Пенроуз, что просто одно из начало их книг по введению физики, оно вот просто начинается с описания геометрии окружности более запутанными, с геометрией сфер там, конечно, он фактически там к ватарнионам ведет, ну, а к ватарнионы, там, я уж не помню, для чего там, для гамильтанианы или для чего еще ему были нужны, я не понял, не помню, к ватарнионам с гамильтанианами не дружат, неважно, я бы там лично, вот, ну, есть тут разные точки зрения, вот, и, ну, ладно, я, собственно, все сказал, у нас сейчас, значит, как бы перерыв, вот, правильно я понимаю, а потом... И после перерыва можно сделать три возможные вещи, одна вещь, можно сказать, отдыхаем, тоже нормальный ход, вторая мысль, вот, я могу чуть-чуть поговорить только не про математику, а про общую концепцию, как математика соединена с физикой. Ты же что-то, Юрий, обещал про астрономию, про космологию, я же помню. А вот это и есть эта часть. А, ну, хорошо. Я могу немножечко почитать литературных текстов. Могу своих, могу не своих, у меня все равно. Ну, я за выполнение обещаний. вот, я, вот, вот, юга, ну, словом, решайте сами. А я сделаю так, 10 минут одного, 10 минут другого, дальше всем отдыхать. Конечно, получится, как, 15-20, 15-20, будем отдыхать. но все равно ничего никогда не бывает по схеме. Так, я отключаю записи, сразу отключаю снова. Так, ау. Ага, привет. Так, сейчас я... Я подумал, если Волька согласится, давайте все переночим. то есть космологию и отложим отслуживание все-таки мы так тормошили, или тормошили, она нам ничего не рассказала. А чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыве. по-моему, что-то... Лена, ты там наличествуешь. Поец повторяется, что я хочу пояснить, Лена, и чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыве. Я подумал все поменять, и то, что я хотел говорить про космологию, про структуру Вселенной, про все склады физики, локальные и глобальные, это самое интересное в мире. почему совсем микроскопически, которые и макроскопически, вот, а я подумал, лучше послушать себя. И чем случайнее, всем вернее. Давайте, у нас времени осталось мало, ну, потому что все уснут. порассказываешь что угодно, причем случайно, без подготовки, это самое крутое. Извини, но мне возраст позволяет хулиганец. да, Дим, я, кстати, вот, сейчас очень увлекся твоей идеей, что ты что-то будешь говорить по-английски, поэтому, надеюсь, в следующий раз все-таки ничего не получилось. Ну да, но сегодня как-то мы сверху с рельсами. Whatever, I can't speak English at any moment, but why not if we have Lennon who's about to say something absolutely unexpected, so why would I? Next week, why next week, I hope, because I think about lecture by English and so on, we have a plan that next year a worker is giving a course in the English language with everything prepared and so on and so forth. We are not quite sure about how to advertise that, but we should find some way of proper writing that for a proper audience from some schools. It's really a long and not understand from my very high face. This is your turn in Russian. Please. извините, я переключился на английский, потому что Вольф попросил, какая у меня разница? Next week, next week. just a problem. Just рассказывай, смотри, Лен, я сейчас говорю, подожди, Вольф, я сейчас говорю, Лен, я говорю с человеком, которого я почти не знаю, ну, мы обвиняли это Ну, в общем, типа как... Типовое слово мусорное, неважно, тем не менее. Но у неё столько есть, что рассказать, что нужно просто открыть дверь и сказать, вот, опля, рассказывай, что на душе лежит, а что... А чем больше, тем лучше. А рассказывай. Они все уйдут спать, а я буду тебя слушать. Поехали. Увы, не получится, потому что я сейчас хотела отпроситься у вас. Для меня сейчас уже позднее время, я сплю на ходу. Хорошо. Аллочка мне рассказывала, как вы ушли с этого самого Спидородоводского университета, но поскольку это ваша история, я о ней не распространяюсь сам, но тоже. Алл готов рассказывать... Вот там, сейчас, видите Крым, он... Только фотография? Он в Крыму. Он в Крыму, видимо. Ну, это с другой вопрос. Это не очень представлено. Крым очень любимое мною место, но... У меня здесь всегда... Поэтому, когда все говорят, чей Крым, я отвечаю, не суйтесь, мой Крым. Вот. А с учетом того, что его предки, предки Вити, были последними демократическими премьерами Крыма, времен там Деникина, вот, то все это возрастает, вот, вязаным... Я не так много словом людей знаю этот ответ. Лен, я хочу понять. Ты все-таки заканчивал университет в математике. Я это услышал от Вольфе, да? Да. Хорошо. Если я буду говорить слова дифференциальная форма, эти слова знакомы или они только без страха? Дифференциальная форма? Честно говоря, так вот, навскидку, я не помню, что это такое. Дифференциальная форма. Не помню, правда. Форма от Соксина. Ну, я слышала это название. Хорошо. Для меня самое главное, что хочу объяснить... Сейчас, наверное, больше обращаюсь к Вольфе, чем к тебе, но тем не менее. Я все-таки очень упорно хочу сказать, что дифференцирование нужно только для интегрирования. Я мечтаю это объяснить. Если это... Даже на наш небольшой коллектив донесу, то... Извини, экстремумы мы все-таки ищем. Будем честными сами с собой, экстремумы, поиск экстремумов – задача вполне натуральная. То, что сказал Вольфа, очень умно, но это следующее поколение понимания. Да, мы сначала... Сейчас. Вот сейчас буду говорить минут десять. Вольфа, ты разбередил мое бедное человеческое утро. Потому что человек ищет экстремумы. А у него там производная органулю и так далее – это все нереальное действие. Он ищет экстрим, он хочет лучшего. Нет лучшего. Невозможно искать лучшую женщину, лучшую мужчину. Невозможно искать лучшую работу. Нет лучшего. Все вранье, невозможно искать лучшую кошку. Одна будет писать себе в тапочке, другая будет себе писать. Да, но если у нас есть действительно числа, все, что может быть измерено, там можно искать лучшее. Вот. То, что неизмеряемо... Измеряется тремя числами. Потому что у него есть высота, широта, долгота, а еще температура, а еще прочее. Какими числами ты можешь измерять женщину? Вот. Вот, правильно. А в тех случаях, когда мы можем... Значит, мы не будем измерять числами. А если у нас есть числа, а вся твоя... А весь твой анализ построен на концепции вещественных чисел. Оля, вот ты мне не знал мои 10 минут поговорить. Ну, анализ построен на концепции вещественных чисел. Если мы числа... Это я пытаюсь рассказать... 10 минут поговорить. Ты меня задавил сразу гигантством твоего анализом интеллекта. А я хотел про вещественные числа послать далеко. Хотел сказать, что мы про них забудем. А ты такой умный, что ты меня просто задавил интеллектом. Коварный какой человек. Вот. Ну, хорошо. Я молчу. Я сражен твоей скромностью. Вот. Да. И замолкаю. Бесконечно мало замолкаю. То есть, немножко говорю. Я не всегда поступаю стандартно. А, наверное, ты услышал, что я сказал. Не надо мерить вещественными числами. Нельзя мерить женщину одним параметром. Потому что одна благотворительная, другая зеленые глаза, а третья умная, четвертая. С утра назад так не скажешь, что ты в моей жизни, в том, что я не говорила, невозможно мерить все вещественными числами. Поэтому я подумал, что я хотел взять на сцену, поговорить. Давайте я ходу на тебя. И уйди-ка ты. Такой мой ход будет. Так, Лена нас покинула. Вот. И. Да. Ну, спасибо, Лена. Вот. Мы, видимо, постепенно тоже будем расходиться. Вот. Спасибо за участие. Да. Если говорить о вещественных числах, вот, и интегрировании. У одинца есть брошюра, где он почти все элементарные функции, там, тригонометрические в первую очередь, но и что-то еще, и логарифмические, вот, определяет через интегрирование. Ну, начинается с довольно известных, там, что вот интеграл от чего-то там равен арктангенсу, по-моему, так, там стартуют. А потом, ну, есть какой-то знаменитый эллиптический интеграл, вот, он равен арктангенсу. А интеграл, я не хочу знать. Вот. Я, увидев это прошло, обрадовался и предложил ему план следующий, а именно, как вот, если мы умеем дифференцировать и интегрировать, но не умеем складывать и вычитать, и делить, и умножать. Как нам быть в этом случае? Вот каким-то образом на нас свалилось интегрирование и дифференцирование. Ну, очень просто. У нас есть функция, есть обратная функция. Это все можно определить, не умея считать. А производная обратной функции, как известно, одна иксовая. И благодаря этому на нас сваливается функция одна иксовая. Мы ее определили таким образом. Что такое обратная функция, это совершенно понятно. Вот. Не нужно уметь считать, чтобы понимать обратную функцию. Вот. Соответственно, если у нас есть одна иксовая, мы можем уже, и мы умеем дифференцировать там и интегрировать, то мы можем получить очень и очень многое, ну, в общем, и линейные, и экспоненты там, и, вот, и там, ну, логарифм получаем, потом получаем экспоненциальную функцию, слово... Что? Главное, если что много не получить, то получаем, получаем, получаем по-моему, это... Ну, как-то ты сумрачно настроен, да... Нет, просто двойная экспонент хуже обычная, вторая, а башня экспонент хуже другой. Я про математику говорю, я не про мордобой. Вот. Ну, можно ли получить вот таким образом Е в степени, Е в степени х, я не знаю. Вот, но... Ну, да, ну, собственно, я тоже немножко выдыхаюсь, и... А мы все встали. Да, 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 вот. Ну, не прерыв-то, мы прощаемся до следующего. Ну, послушайте, Дорога, я всегда в Оминском, да... Вот. Нет, если тебе нет настроения продолжать про матрицы, ну, я там, у меня есть... У меня есть два. Что меня оставило сегодня, это отсутствие ванны. Да, он вначале был, он, видимо, ждал, когда же начнутся матрицы, а вместо этого вот подумал, что это... А, поговорили, да, так на два с половиной часа, так хорошо. Вот, ну, он где-то Минцовок был, а потом сбежал. Вот, он, вот, видимо, его, может быть, его мое письмо в чат с Цветаевой о Пушкине окончательно добило, вот, но ничего, пусть... Хотя он, в общем-то, с, ну, такими вывертыми в гуманитарные стороны очень даже бывает. И, ну, так или иначе, он понял, он решил, что матрицы он не дождется, вот, и поэт, значит, сбежал. А, пускай будет терпелив и дождется. Будет делать симфомальную теорию, может, что он хочет. Вот, пускай ждет. Да, он там, ну, так, пока его нет... Правильно, конкретно, с точными доказательствами. Это тоже, что, на самом деле, ну, рассказать за два часа геометрическую аллогику не вполне реально, это он смог осознать. Вот, в общем... Ладно, мы поняли. У меня это не было, что это было, что это клевно, что отец приехал, и так далее. Значит, немножко отдыха. Хорошо. Значит, до next week. Рад всем, кто участвовал. Ну, все, понятно. Все. Значит, выйти. Счастливо, Юра. До свидания. Спасибо за борьбу с непонятно чем. А борьбы не было? Не было, да. Нет. У нас была борьба с невежеством. Если хочешь. Но я этим не занимался. А ты, может быть. Вот. Я все время.